Всем привет! Вы на канале Роман с хоккеем. Сегодняшний выпуск будет посвящен расширенному составу сборной России на Олимпийские игры. Изначально его должны были назвать 23 января, но из-за того, что в КХЛ объявили приостановку сезона, эту дату перенесли на 17 число, но все равно инсайды от различного рода журналистов появлялись и можно было уже составить примерное представление о том, кто же будет вызван. Но в субботу днем Спортэкспресс выложил список из 36 игроков, которые объявят вот как раз таки в понедельник, 17 января. Я специально сделал большую табличку в гугл диске, ссылку на нее я прикреплю в описании к этому ролику. Вы можете зайти посмотреть, там я собрал самую важную статистику по каждому игроку, так что вот в одном месте можно будет ее посмотреть, если вам интересно полистать, в общем-то полезно будет. Поэтому давайте приступим к составу. Начнем традиционно с вратарей. Их будет названо 5 человек. Здесь Иван Федотов ЦСКА, Александр Самонов СКА, Ярослав Аскаров СКА, Тимур Белялов Акбарс и Дмитрий Шугаев Северсталь. Честно говоря, еще когда только-только пошли вот эти первые слухи о том, что вызвали Самонова, я уже был недоволен, мягко говоря. Но когда стало ясно, что еще и Аскарова вызвали, я вообще был в полном шоке, потому что Самонов провел всего 9 матчей в этом сезоне, Аскаров 6. И ладно, Самонова взяли на Кубок Первого Канала, там хотели что-то посмотреть, чтобы он поварился в атмосфере сборной, но брать его на Олимпиаду, на мой взгляд, совершенно немыслимо. То же самое и по Аскарову, который и молодежный, это чемпионат мира провалил. Мы с вами это прекрасно знаем, и вообще последние годы у нас не радуют. В том числе и игра из АСКА. Но почему-то в сборной решили взять этих вратарей. Конечно, я допускаю, что именно их и отцепят от окончательного состава, куда войдут только три голкипера, может взяли просто потренироваться. Но так или иначе, согласитесь, наличие там голкиперов СКА удивляет. При том, что от сборной вроде бы отстранен Роман Ротенберг. И почему вызывают именно этих вратарей неясно. По крайней мере, можно было бы рассмотреть, чтобы там был тот же Аликин из Амура, или там Бочаров из Динамо. По крайней мере, на мой взгляд, в этом сезоне они смотрятся явно сильнее Аскарова и Самонова. Вызов Белялова тоже напрашивался, на мой взгляд, один из самых сильных вратарей последних сезонов российских. И в этом году в Акбарсе он занял прочно первое место. Ну и Шугаева, понятно, его смотрели еще на Кубке Первого канала. Собственно, по вратарям больше добавить нечего. Пишите в комментариях, что вы думаете, кого можно было в расширенный состав сборной взять на Олимпиаду. Переходим к защитникам. Их в расширенном списке сборной оказалось 12 человек. Давайте быстро всех прочитаю. Честно говоря, по защитникам все более-менее ожидаемо. Для меня большим сюрпризом стало наличие в составе Шакира Мухаммадулина, который, на мой взгляд, мог себе чисто теоретически завоевать место в Олимпийской сборной благодаря уверенной игре на Молодежном чемпионате мира. Но даже за те две игры, которые мы с вами видели, в том числе я делал обзоры на эти матчи на своем канале, он не впечатлил. Он должен был быть лидером той команды благодаря тому, что играет целовать важную роль, играет в первой спецбригаде большинства. Ему доверяют много времени, но он там вообще не выделялся. Играл достаточно просто. И чем вызвано такое доверие Шакиру, что его вызвали в состав сборной на Олимпийские игры, меня несколько удивляет. Еще немножко удивляет, наверное, присутствие в расширенном списке Сергея Телегина. Да, он проводит очень хороший сезон, ему всего 21 год, но я считаю, что Олимпиада это важнейший старт четырехлетия, пусть даже для игроков КХЛ. Но он играет по 14 минут, средним на льду проводит. И я бы из трактора рассмотрел больше Альберта Ярулина, который мы все знаем, прекрасно играет в большинстве вот эти все долгие годы его игры в Акбарсе. Он здорово двигает шайбу, он праворукий, он может выйти играть в меньшинстве. Где, в принципе, к нему никогда не было таких претензий и ниже определенного уровня он никогда не опускался. То же самое я, например, считаю, что Алексей Марченко из Локомотива сильнее, чем Александр Елесин, которого нынешний тренерский штаб сборной очень сильно почему-то полюбил. Марченко, так же, как Елесин, праворукий, у него гораздо более впечатляющие цифры. Ну, хорошо, не более впечатляющие, но тем не менее, вот когда смотришь Локомотив, Марченко прям бросается в глаза. Он очень солидно играет, практически ничего лишнего в его движениях нет. Поэтому я бы тоже, конечно, такого человека добавил в состав. Тем более, у него есть опыт игры в НХЛ, но почему-то его тоже в составе нет. Егор Яковлев, в принципе, ожидаемо оказался тоже в составе. Более того, не удивлюсь, если именно он окажется капитаном сборной на этих Олимпийских играх, потому что на Кубке Первого канала ему доверяли капитанскую повязку, капитанскую нашивку, как это правильно говорить, в хоккее. В остальном по защитникам все более-менее понятно. На мой взгляд, самый ключевой защитник для нас это Никита Нестеров. Он и в ЦСКА проводит в среднем за игру 25 минут 32 секунды, наверное, и для сборной это будет основной защитник. Я думаю, что Нестерова бы рассматривали даже в том случае, если бы НХЛовцы приезжали на Олимпиаду, потому что он явно один из, наверное, лучших наших защитников, играющих в КХЛ. Переходим к форвардам. Нападающих самое большое количество, поэтому давайте зачитаю весь список. Александр Кадейкин, Салават Юлаев, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Павел Корноухов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев, ЦСКА, Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Акбарс, Андрей Чибисов, Металлург, Магнитогорск, Вадим Шипачев, Станислав Галиев, Динамо, Москва, Никита Гусев, Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, СКА, Арсений Грицук, Кирилл Семенов, Авангард, Артур Каюмов, Локомотив, Владимир Ткачев, Трактор. 19 нападающих, которых включили в расширенный состав сборной. Я в этот список добавил еще троих, которых бы точно рассмотрел, если бы я был на месте тренерского штаба или там советников или там других всяких должностей. Это три хоккеиста Акулов, Константин, Артем Анисимов и Сергей Толчинский. Начну с последнего. Для меня Толчинский это очень хороший нападающий. На мой взгляд, это один из немногих, кто может за счет нестандартного решения изменить ситуацию, которая происходит на льду. То есть, это человек такой плеймейкер, который вот, ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Мы все тут хоккейная аудитория. Вот такой игровичок. Более того, он очень важен при игре в большинстве. На мой взгляд, Авангард доказывает это. Два года подряд они лучшие по игре спецбригад. И во многом это благодаря игре Сергея Толчинского, который очень здорово двигает шайбу. Если Шипачев у нас играет с другого края в большинстве, то Толчинский с другого. Я считаю, что он был лучшим игроком Кубка Гагарина прошедшего. Ну и в этом сезоне выглядит неплохо. И однозначно заслуживал место как минимум в расширенном списке. Но все мы понимаем, что, скорее всего, его не вызов связан с той самой кричалкой, которую он исполнял после победы Авангарда в Кубке Гагарина. Артем Анисимов вернулся по ходу этого сезона в КХЛ. И в Локомотиве выглядит неплохо. По крайней мере, картину не портит. Но человек опытный, поигравший в НХЛ. И такой опыт всегда имеет значение. Особенно на таких краткосрочных турнирах. То есть его рассмотреть можно было. Даже там вместо кого-то из игроков, например, ЦСКА, того же Андронова. Согласитесь со мной. Ну и Константин Акулов. Он похож по своему амплуа и тому, какую роль он исполняет в команде на ту, что исполняет тот же Толчинский. Это человек, который может сыграть нестандартно и каким-то своим решением изменить ситуацию на льду. Но Константина Акулова тоже не вызвали даже в расширенный состав. Не знаю, согласитесь со мной по этим трем кандидатурам. Пишите в комментариях, стоило ли их включать хотя бы в расширенный состав. По игрокам, которых все-таки включили, то, конечно, не вызывают вопросов там Вадим Шипачев, Никита Гусев, которые сейчас в прекрасной форме и за СКА играют все лучше. Станислав Галиев, который в связке с Шипачевым забросил уже 25 шаг в этом сезоне. Но у меня нет однозначной гарантии того, что Галиева все-таки возьмут на Олимпиаду. Не совсем понятно присутствие игроков Акбарса из нападения. Тот же Галимов, на мой взгляд, слабовато играет. Ну и Воронков, он очень нужен, он важен в сборной. Достаточно мало у нас игроков, которые на таком, ну можно сказать, элитном уровне могут залезть под кожу сопернику. Но меня несколько смущает форма Дмитрия, который успел после возвращения провести только один матч в Акбарсе с Акбарсом. Это против СКА. Да, и у него была такая травма там с отрясением. Все-таки вот именно его игровые кондиции вызывают вопросы. А если Воронков здоров, то тогда, наверное, такой игрок сборной нужен. Ну, на мой взгляд, Кирилл Марченко явно не поедет на Олимпиаду. Это просто потому, что вот они его вызывали. Радует, что Бурдасов, Кузьменко оказались в команде, которые пропускали московский этап Евротура. Ну, они тоже, наверное, здесь по делу. В остальном Каюмов, Ткачев тоже выглядят, наверное, не самыми железными кандидатами. Так же, как и Грицюк, Семеновым. Но, опять же, я не знаю, исходя из чего будут выбирать тренеры. И не совсем понятно, будет ли расширена каким-то образом вот эта заявка на Олимпийские игры, чтобы в случае, если кто-то там заболеет короной, была замена. А так надо оставить 25 человек, поэтому давайте размышлять, кого из этого списка нужно будет оставлять, кого убирать. Но, конечно, это вопрос очень-очень серьезный. Вот такой получился расширенный состав, 36 человек. Но надо понимать, что вот нужно следить за информацией, за тем, что происходит. Потому что, например, игроки ЦСКА, все мы знаем, находятся на карантине. Там тот же Иван Федотов, который у нас является основным вратарем. Там у нас 5 нападающих ЦСКА, защитник Нестеров. То есть, 7 человек это очень много. И главное, чтобы вот сейчас, когда уже игроки присоединятся к сборной, все они соберутся, чтобы там не было никаких вспышек. Потому что, ну, согласитесь, вот даже глядя на этот состав, у нас не так много альтернатив. По крайней мере, вот я постарался там добавить тех, кого считаю достойными для этой заявки. Но не сказать, что это слишком внушительный список. Поэтому будем следить за сборной. Будем надеяться, что Олимпиада все-таки состоится. Будем надеяться, что китайцы примут все меры для того, чтобы никто там не заражался. По крайней мере, точно известно, что там не будет, так как на молодежном чемпионате мира, что один заболевший сразу техническое поражение. Но даже если у тебя там 8-10 человек заболеют, не ясно, что будет происходить. Потому что, как бы, команда в суперусеченном составе играть тоже не сможет. А вроде как замены, которые можно привести, не предусмотрено. В общем, вопросов все еще остается много. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Давайте вместе со мной рассуждать. Приходите в комментарии. Будем общаться по каждой кандидатуре. Смотрите мою табличку. Надеюсь, найдете ее интересной и познавательной. На этом выпуск заканчиваю. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok